Харальд III – суровый викинг, который вынужден был покинуть свою родную Норвегию и сбежать в Россию, стал элитным гвардейцем в Восточной Римской империи и сражался в Ираке. Затем он вернулся в Россию, женился на принцессе и вернулся в Норвегию как король, захватив со своей армией Англию. Юность и основные свершения, чем занимался молодой Харальд, сын Сигурда Свиньи до 15 лет, когда он выступил на стороне своего брата Аллава Святого в битве при Стеклостадире, мы не знаем. В 1030 году, когда силы сторонников Аллава были разгромлены, Харальд бежит с поля боя сначала в Швецию, а потом и вовсе за море, в Гордарике, то есть на Русь. Во время своего первого посещения Руси Харальд познакомился с Элиссев, дочерью Ярослава Мудрого Елизаветой. Воин был поражен красотой юной княгини и попросил у Ярослава руки его дочери, упирая на свое благородное происхождение и безупречное поведение. Однако Ярослав попросил повременить пылкого влюбленного, хотя сам князь не был против их союза, он опасался реакции своего окружения, если он выдаст свою дочь за бедного изгнанника, не имеющего престола. В разгар 1034 года ладьи Харальда причалили в Константинополе, где он был тепло встречен византийским императором Михаилом Айви и его женой Зоей. Харальд скрыл свое происхождение и нанялся на службу как командир дружины. Скандинавский гость привел с собой отряд в 500-й год «Отважных воинов» и был принят императором на службу, который посвятил долгие 10 лет. Харальд, вероятно, был командиром особого отряда в иностранном легионе – византийцев. В том же 1034 году Харальд уже участвовал в компании византийцев по очистке Эгейского моря от пиратов, заполонивших моря империи после нашествия арабов и норманов. Через несколько лет он прибыл на Сицилию, где в составе византийского войска был вынужден воевать с норманами – своими родичами с далеких берегов Скандинавии. Греки одержали несколько громких побед и, как сообщают хронисты, во многом благодаря Харальду и его воинам. Последние успехи и смерть – после отказа от претензий на Данию Харальд решил попытать счастье в Англии, претендуя на английский престол. С большим войском он переплыл Северное море и высадился в Англии. Армия Харальда насчитывала до 15 тысяч человек. У Йорка силы норвежцев встретились с англосаксами во главе с королем Гаральдом. В битве при Стамфорд-бридже Харальд III был убит, а его войско разгромлено. На родину вернулась только десятая часть войска Харальда. А всего через месяц после битвы при Стамфорд-бридже Вильгельм-завоеватель разгромил Гаральда при Гастингсе, и рейдом викингов на английские земли пришел конец. Таким был конец одного из самых великих воинов своей эпохи. Конунг, вынужденный половину жизни провести вне дома, скитаясь по другим странам. Талантливый лидер и организатор, который оказался еще и выдающимся поэтом своего времени. Человек, чья жизнь была полностью плодом собственных трудов, оставивший потомкам крепкое государство с сильной центральной властью. Смерть Харальда в разгар сражения от стрелы знаменует собой закат целой эпохи, эпохи викингов. Подписывайтесь, впереди еще много всего интересного. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!